Всем привет, друзья! И сегодня я подготовила для вас вторую часть идей для новогодних подарков из магазина Светофор. И как повелось у нас в России, что один из самых лучших подарков на какой-либо праздник это бытовая техника. И вообще в Светофоре периодически появляются хорошие бытовые приборы. И один из них это духовой шкаф Василиса, который произведен у нас в России. Стоит 2900 рублей, объем 30 литров, ну а мощность 1300 ватт. Имеет три режима работы, два нагревательных элемента верхней и нижней тены, а также в комплекте еще идут два противня прямоугольные и овальные и решетка. И отзывы по этому духовому шкафу были хорошие, многим покупателям нравилось. Однако отмечали одна такая особенность, что задняя стенка нагревается. Но у меня тоже есть подобный духовой шкаф и даже из более дорогой ценовой категории, так скажем. И у него та же самая проблема. Я знаю, что немногие родители могут позволить купить для своих детей дорогие какие-то игрушки, куклы. Поэтому советую вам присмотреться к куколкам и игрушкам, которые продаются в магазине Светофор. Например, куклы по 149 рублей, бюджетный аналог Барби. И вот именно вот эти куклы хорошего качества, милые наличика. А также в Светофоре продается много и наборов конструкторов, машинок для мальчишек. Куклы по 149 рублей, бюджетный аналог Барби. На прошлый Новый год большой популярностью пользовались подарочные наборы под названием Мангостин. Стоят они 93 рубля и включали они в себя шампунь и гель для душа. Причем отличались они как для мужчин, так и для женщин. И говорили неплохие ароматы и прекрасно пенились. Блендер-миксер за 340 рублей от российского производителя Яуза. Мощность 150 ватт, не сильно большая. Но говорят, что со взбиванием справлялся хорошо. Имеется две пары венчиков. А также в Светофоре продается неплохой погружной блендер от фирмы Lumi. Тоже его многие нахваливают. На прошлый Новый год нам завозили вот эти салатнички. Постарали по 20 рублей маленькие. И причем у них была такая красивая упаковка, что их вовсю покупали в качестве подарка. В этой коробке находилось 6 салатников. Это производитель Паша Бахчей. И посмотрите, чем не вариант какого-то бюджетного подарка, например, кому-то подарить. Если вы знаете, что этому человеку понравится именно такая посуда. Еще одна разновидность электродуховки. Это производитель Уралочка. Объем тут уже больше целых 39 литров. А также имеется функция регулировки температуры от 50 до 320 градусов. Экологичное эмалированное покрытие. А сам нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали. Мощность 1500 ватт. А также есть функция таймера на 90 минут. Очень удобно. Для самых маленьких детишек прекрасно в качестве подарка могут подойти вот такие машинки. Я имею в виду детишек маленьких мальчиков. Большие машинки, качественные, пластик плотный. И цвета такие яркие. Так что если в вашем магазине Светофор есть еще такие игрушки, то смело можете покупать. Довольно хорошие отзывы были про пылесос за 1700 рублей. Производитель Home Element. Это пылесос циклонного типа с колбой. Отсутствует мешок для сбора пыли, что очень удобно. Мощность 1000 ватт. Раздвижная пластиковая трубка. Длина сетевого шнура 3 метра. Мне понравился дизайн этого пылесоса. Он компактный, маленький. Можно даже купить его в качестве машинного пылесоса. Либо куда-то на дачу. И говорят, что по мощности тоже он неплохой. Довольно неплохо чистит поверхности. Так что тоже как вариант новогоднего подарка. Я тоже думаю его можно рассматривать. Фен от фирмы Mart за 460 рублей. Тоже у нас пользовался популярностью. К сожалению, пока в продаже нет. Но надеюсь, что скоро появится. Мощность 1300 ватт. Изготовлен из термостойкого пластика. Имеется автоматическое отключение при перегреве. Два режима мощности воздушного потока. И три температурных режима. Что очень удобно. Фен хоть и простой, но служит, как говорят, годами. У меня у самой подобный фен. Только другого производителя. Но ценовая категория та же самая. И служит он у меня уже в районе лет шести. В принципе, к неплохому подарку я могу отнести и самокат за 1000 рублей. Который продается у нас сейчас в магазине. И это не просто самокат. Это самокат с лыжами. То есть, можно снять колесики. И поставить пластиковые накладки. И тем самым по снегу можно тоже гонять. К сожалению, я не видела его в действии. Но по описанию на коробке, мне кажется, идея очень интересная. И тем самым вы получаете два в одном. Средство передвижения для лета и для зимы. Если вдруг вы уже покупали подобный самокат. Пожалуйста, напишите в комментариях. Понравился он вам или нет. Мне очень интересно будет узнать ваше мнение. Но вот таким образом выглядят эти насадки лыжи. Также неплохим подарком может стать и махровое полотенце. Многие из нас в России дарят друг другу полотенца. Ну, а в светофоре самые бюджетные, наверное, цены. И расцветки хорошие и яркие. Для дачников в качестве подарка, я думаю, понравится электрический термопод, который сейчас в светофоре стоит 1000 рублей. Мощность его 700 ватт, а объем 3 литра. Красивый дизайн, который впишется даже в любую кухню. Естественно, есть функция поддержания температуры воды. Имеется мерная шкала. А также такой термопод бывает и просто в белом цвете с декором в виде цветов. Ну, вот так же для деток я могу вам посоветовать набор пластилина с формочками со скалкой за 405 рублей. И это белорусский производитель. Набор называется Мегалепка. Я искала отзывы, и отзывы все настолько положительные. И хочу сказать, например, на таких интернет-площадках, как Беру, Вайбрис, Озон, стоит такой набор около 600 рублей. А тут всего лишь 400. Так что я тоже думаю, деткам такой наборчик под елочку тоже можно положить. И им точно понравится. И недавняя новинка, которая появилась в нашем магазине, это фарфоровый чайный сервис на 14 предметов, которые стоят 800 рублей. Производитель Дулевский фарфор, проверенный, все нахваливают их посуду. И в этот сервис входит 6 чашек, 6 блюдец, чайник, а также сахарница. Причем продается этот сервис в разных вариантах оформления. Есть серия под названием Багульник, Олива, Земляника. И многие уже начинают покупать его в качестве именно новогодних подарков. Ну что, друзья, вот такая подборка у меня получилась. Пишите в комментариях, было ли это видео для вас полезным. Если это так, поддерживайте его пальчиком вверх. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч и пока-пока.